Стандартное меню на каждый день сложно представить без выпечки, свежий и пышный пирог порадует любого близкого человека, но встает вопрос о выборе подходящего рецепта, мой вариант понравится многим. Предлагаю вам ознакомиться с тем, как приготовить дрожжевый пирог с мясом и картошкой, простое и знакомое всем блюдо украсит любой обед или ужин, начинка по вашему вкусу, но классическое сочетание свинины с картофелем идеально подошла к этому виду теста, подойдет для большой компании. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Сделайте опару, в теплое молоко добавьте соль, сахар, оба вида масла. Всыпьте дрожжи и ложку муки, перемешайте, оставьте опару на 3 минуты. Затем всыпьте оставшуюся муку, замешайте эластичное тесто, оставьте его при комнатной температуре на 1-1-5 часа. Мясо мелко нарежьте, добавьте к нему нарезанный лук, специи и соль. Ставим лайк и подписываемся. Форму для выпечки смажьте маслом, большую часть теста раскатайте, уложите на дно формы, сделав бортики, сверху выложите нарезанный и очищенный картофель, подсолите его. Выложите мясо с луком, закройте все оставшимся тестом, посередине сделайте дырку, взбейте желток с молоком, покройте смесью теста. Запекайте пирог при 180 градусах в течение 45-50 минут, приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Теперь, о составе нашего блюда. Нюка – 300 грамм, сливочное масло – 30 грамм, свинина мякоть – 300 грамм, молоко – 150 мл, дрожжи сухие – 5 грамм, яичный желток – 1 штука, картофель – 7 штук, репчатый лук – 1 штука, сахар – 1 столовая ложка, соль – 1 чайная ложка, 0,5 чайной ложки в тесто, 0,5 чайной ложки в начинку. Растительное масло – 2 чайных ложки, 1 чайная ложка в тесто, 2 чайные ложки для смазывания, специи к мясу, по вкусу, количество порций – 6-8. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.